Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Откровение 13 глава Посмотрим восьмой стих. Откровение 13,8 Иисус здесь назван агнцем, закланным от создания мира. До начала времен у Бога уже был план. Задолго до того, как Адам оступился, задолго до того, как Адам согрешил, у Бога уже был готов выход. Подумайте об этом. Так действует Бог. Он настолько опережает события. Запомните, у дьявола нет никаких шансов опередить Бога. У Его стратегии против вашей жизни нет никаких шансов опередить Божьи решения для вашей жизни. Аминь. Когда Бог сказал, что Он сделал вас головой, Он не имел в виду опережения на пару дней. Он поставил вас настолько далеко впереди, что вы бесконечно опережаете стратегии врага. Аминь. Задолго до того, как появилась ваша нужда, гениальность Божья уже составила план. Мудрость Божья настолько опережает все, что даже потенциально могло бы пойти не так в вашей жизни. Бог уже над этим поработал и уже спланировал ваше чудо и уже обеспечил его. Аминь. Он знал, что человек падет. Он этого не планировал, но Он спланировал выход из грехопадения человека. Можно сказать, что со Своей стороны Бог подготовил искупление уже до того, как Адам согрешил. Аминь. Затем Иисус пришел и исполнил этот план. И вот на какую тему я хочу служить сегодня утром. Обратная сторона вашего чуда. Божья сторона вашего чуда. Кто из вас знает, что ваше спасение – величайшее чудо? Так что вы уже получили величайшее чудо, предложенное небесами. И это решение и план были подготовлены еще до основания мира. Возьмем в качестве иллюстрации мир технологий, который так быстро развивается в последние 20-30 лет. Эд рассказывал, что он купил первую компьютерную систему в 70-х. Она занимала всю комнату. И в 70-х он заплатил за нее 100 тысяч долларов. И он всегда был не очень доволен, когда кто-то из работников говорил, мне нужен новый компьютер, потому что он мысленно возвращался к тому компьютеру за 100 тысяч долларов, который занимал целую комнату. И Эд был так разочарован, потому что работники использовали тот компьютер лишь в качестве гигантской картотеки. Для тех из вас, кто не знает, что такое картотека – это адресная книга. Все, для чего его использовали, были имена и телефонные номера. Они так и не воспользовались настоящим потенциалом его системного блока. Компьютеры продвинулись, и теперь они стоят на столе. Они занимают целую комнату. Они стоят на столе и не стоят 100 тысяч долларов. Их можно приобрести за гораздо более разумную цену, но они основаны на все той же гениальной идее. И гениальность заключается в той части компьютера, которая скрыта от глаз, в его обратной стороне, а не в том, кто сидит перед экраном. Так? Гениальность заключается во всех этих филигранных, замысловатых схемах. А люди, я сейчас говорю о нас, простых пользователях, которые сидят перед экраном, даже не смеют открыть системный блок. Если вы откроете обратную сторону, вы его сломаете. Так? Потому что вы, как пользователь, не квалифицированы. Так? Какими бы квалифицированными вы себе не казались. Многие казались себе более квалифицированными, чем на самом деле. И лезли под крышку в каких-то вопросах. Все дети обожают технологии. Любой ребенок обожает технологии. Нет ни одного, который бы сказал, нет, мне это не нравится, я не буду с этим играть. Им всем нравятся технологии, и они все лучше в них разбираются, чем вы. С самых малых лет они просто тычут во все подряд. И меня осенило, почему они лучше в этом разбираются, чем взрослые, потому что им все равно, если что-то поломается. Им все равно. Мы нажмем на что-то не то, документ закроется, и мы... Боже мой, куда он делся? А им все равно. Они просто начнут нажимать еще больше кнопок, так? Они просто начнут тыкать в экран где-то в другом месте. Им все равно, если что-то поломается. Поэтому они действуют смело. И я подумала, и я так буду. Я не шучу. Много лет назад я купила новый компьютер. И у нас был сотрудник, который помогал нам во всем, что было связано с компьютерами. Я отправлялась в поездку, и он установил все нужные мне программы. И вот, в поездке я сказала, мне не нравится, как вот это выглядит. Я это поменяю. Так я сказала самой себе. Я сказала, Нэнси, ты справишься. Почему? Я не знаю, где нужная кнопка, но я не боюсь что-то поломать. Поэтому я просто буду смелой. Ведь так мы учимся чему-то новому. Делая что-то, особенно с компьютерами, нужно поставить пальцы на клавиатуру и все попробовать. И я подумала, не проблема, я справлюсь. И я кликнула раза три, и все стало черным. До конца поездки у меня не было компьютера. Я привезла его домой и сказала, что-то не так с этим компьютером. Я всего лишь кликнула сюда, сюда и сюда. Работник взглянул на меня и сказал, вы повредили жесткий диск. Я спросила, как я это сделала. Он сказал, я не знаю. Посмотрите, есть ли у вас гарантия. Я осознала, что тут была небольшая ошибочка пользователя. И то, что в компьютере много всяких систем, еще не значит, что я должна залезать повсюду. Мне следовало просто спросить, где кнопка питания, покажи мне, как включить компьютер и какие у него базовые функции. Все, что глубже базовых функций, немного не посильно для обычного пользователя. Так? Когда Стивен был маленьким, он разбирал компьютеры. Он обожал видеть, как все устроено внутри. Меня не интересует внутреннее устройство. Я лишь хочу, чтобы компьютер работал. Так? А гениальность компьютера с обратной, а не с лицевой стороны. Гениальность не в том, чтобы сидеть перед ним и смотреть на экран. Гениальность этого устройства с обратной стороны. И без этой обратной стороны экран вам ничего не даст. Клавиатура ничего вам не даст. Вся лицевая сторона ничего вам не даст, если нет этого внутреннего содержания, этой обратной стороны. У ложных религий нет этой обратной стороны, только лицевая сторона дел, но нет обратной стороны, нет мудрости Божьей, нет гения Божьего, лишь ложные доктрины, традиции, религия, но нет силы Божьей, нет обратной стороны. Также вы можете сидеть у экрана, отрицая силу, которая за ним. Люди сидят у экрана религии, говоря, я делаю это, я делаю то. Да, но что по другую сторону экрана, ведь именно там находится то, благодаря чему все работает. Там вся гениальность. И скажем так, обратная сторона чуда – это Божья часть. И лучше туда не лезть. Потому что мы не можем заставить чудо произойти. Мы можем лишь сотрудничать с тем, что нам предлагает обратная сторона. Аминь. Итак, у чуда есть лицевая и обратная, невидимая сторона. Покупая новый компьютер или какое-то другое устройство, будь что телефон, или лэптоп, или настольный компьютер, мы даже не открываем обратную сторону, чтобы посмотреть, есть ли в нем содержание. Мы полагаем, раз я купил компьютер, значит, гениальность уже в него заложена. Так? Точно так же с каждым чудом. Вам не нужно говорить, поможет ли мне Бог. Его обратная сторона всегда на месте. Вам не нужно сомневаться, а принадлежит ли мне чудо, произойдет ли оно. Вам не грозит отсутствие гениальной Божьей стороны. Сам Бог в своей мудрости уже все предусмотрел и составил план, чтобы помочь вам с чудом, в котором вы нуждаетесь. Когда гениальное внутреннее содержание компьютера готово, его мозг, его жесткий диск, все его микросхемы, все, что требуется от вас, это воспользоваться его внешней стороной. И пользователю нужно этому научиться. Потому что, если пользователь не научится определенным вещам, гениальное содержание компьютера ничего ему не даст. Он не сможет им воспользоваться. Будет как с первым компьютером Эда, который был просто картотекой, занимавший целую комнату. Польза будет минимальной. Многие христиане живут картотечной жизнью. Они минимально пользуются тем гением, который внутри них, гениальностью Божьего плана, предусмотренного для них. Многие довольствуются просто хранением списка имен с телефонными номерами, то есть самым минимумом, так и не используя весь потенциал. Эд расстраивался, когда мы не использовали компьютеры на полную мощность, потому что они так дорого стоили. Ну, Богу так дорого стоило обеспечение нашего искупления. И Ему не угодно, когда мы довольствуемся, просто получая картотечную информацию, оставляя все богатство и гениальность нетронутыми. Внутри нас тот, кто больше. В нас заложены мудрость Божья, гениальность Божья, помощь Божья. И волноваться – значит не осознавать, что в нас заложено. Это оскорбление для обратной стороны нашего искупления, которую Бог приготовил. Это уже ошибка пользователя. Пользователю нужно научиться тому, что только он может сделать. Вы можете сидеть за гениальным компьютером, но если вы его так и не включите, если вы никогда не нажмете на клавиатуру, если вы никогда им не воспользуетесь, он останется бесполезным, незадействованным. Если его не использовать, владение им ничего не даст. Аминь. Но многие даже не осознают, чего можно добиться, если стать умелым пользователем. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, Ефесянам 2 главу. Обратная сторона чуда – это Божья часть, а лицевая сторона – это наша часть. Божья часть уже на месте. Теперь наше дело – стать умелыми пользователями чудесной гениальности и мудрости Божьей, помощи Божьей, способностей Божьих, которые нам даны. Аминь. Нам важно не лезть в Божью часть, потому что она не нуждается в нашей помощи. Не открывайте корпус вашего компьютера. Не надо, это уже слишком. Так? Если вы говорите, когда Бог это сделает, как Он это сделает, это уже обратная сторона – не лезьте туда. Ну, я не понимаю, как Он это сделает. Не лезьте туда. Не берите свою умственную отвертку и не открывайте корпус. Нет. Не трогайте его часть. Когда и как – это его часть. Вера – наша часть. И веря – мы действуем, востребуя то, что уже заложено в нашу жизнь Богом с обратной стороны. Ефесянам 2 глава. Я прочитаю 10 стих в расширенном переводе. «Ибо мы – Божья собственная ручная работа». Ха! Какую же ручную работу Бог произвел в нас? Воссозданные во Христе Иисусе. Вот ручная работа Божья. Гений Божий, встроенный в наше существование. Рожденные заново. А теперь наша часть. Начало стиха – это Божья часть. Он воссоздал нас во Христе Иисусе. А теперь наша часть. Рожденные заново, чтобы мы могли делать те добрые дела, которые Бог предназначил, запланировал заранее для нас. Чтобы, идя путями, которые Он приготовил заранее, мы ходили в них. Живя хорошей жизнью, которую Он заранее запланировал и приготовил для нас, чтобы жить. Другими словами, эта жизнь уже создана, уже запрограммирована для победы. Все, в чем вы нуждаетесь, уже встроено. Больше ничего не нужно. План для вашей жизни уже составлен, уже финансирован, уже обеспечен. Все уже встроено в этот жесткий диск вашего искупления. И теперь наша часть – пойти этим путем, то есть научиться умело обращаться с жестким диском, стать умелыми во всем, что заложено Богом и с обратной стороны в невидимом мире. Аминь. Итак, Бог составил план для вашей жизни. И заметьте, Он все приготовил заранее. Он все приготовил до наступления кризиса, до появления противостояния, до появления недостатка, до появления болезней. Все было подготовлено заранее, до возникновения всех возможных вызовов. Ответ уже обеспечен. В вашу жизнь уже все заложено через искупление. Вся необходимая помощь, вся гениальность Божья, весь избыток – теперь дело за пользователем. И слава Богу, нам не просто принадлежит гениальное искупление, которое содержит все, в чем мы когда-либо будем нуждаться, но и нам, как пользователям, дан руководитель, Дух Святой, чтобы научить нас пользоваться этим искуплением. Помню, приобретя новое устройство, я просила нашего сотрудника «покажите мне, как сделать то и то». И он говорил «давайте я просто сделаю». А я отвечала «нет-нет, не делайте, мне нужно самой это сделать, покажите, и я сделаю». Дух Святой не будет ничего делать за вас, потому что так вы никогда не научитесь. Он ваш помощник, Он ничего не делает за вас, Он помогает вам делать. Итак, Бог приготовил путь, заложив в Него все, что вам может понадобиться. И у вас есть руководитель, говорящий «не делай этот шаг, не иди в этом направлении, перестань проводить время с этими людьми, чтобы не занести вирус в свою систему». Да? Да. Вирус, который повредит твоим финансам, твоему браку, твоей умственной жизни, не касайся этого направления. Ошибка пользователя, ошибка пользователя. Аминь. «Наше же дело – идти тем путем, который Он уже приготовил для нас в Своей гениальности». Откройте со мной, пожалуйста, 76-й псалом. 76-й псалом. Внутри компьютера уже есть весь потенциал. Но ваше дело – изучить и использовать его. Все, в чем вы нуждаетесь, уже встроено в Божий план для вашей жизни. Но ваше дело – научиться это использовать. Так? Производители компьютеров не приходят и не делают все за вас. Они лишь предоставляют какие-то инструкции, а вам нужно все делать. Ваше мастерство в обращении с компьютером зависит от того, насколько вы заинтересованы его изучать. Наше мастерство в обращении со своим искуплением зависит от того, насколько мы в нем заинтересованы. Бог не предлагает одному человеку больше, чем другому. Один человек просто более заинтересован, чем другой, и обретает навыки. Аминь. И все, что Бог вложил в наше искупление, мы получаем верой. Аминь. Это один из навыков пользователя искупления. Умение использовать свою веру. У нас нет клавиатуры, чтобы ввести слово «исцеление». Нам дана вера. И когда мы используем веру, тогда все, чем Бог обеспечил и укомплектовал наш путь, проявляется в нашей жизни. Давайте прочитаем 76-й Псалом с 15-го стиха. Псалом 76, 15. Ты – Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцею народ твой, сынов Иакова и Иосифа. «Видели тебя, Боже, воды, видели тебя, воды, и убоялись, и вострепетали бездны». Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. «Путь твой в море, и стызя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукой Моисея и Аарона». О чем здесь речь? Божий народ подошел к Красному морю, и им нужен был выход. Бог не создал выход, когда они туда пришли. В 20 стихе написано «Путь твой в море, и стызя твоя в водах великих, и следы твои неведомы». Что это значит? Прежде чем они пришли туда, Бог там уже прошел. Бог там уже прошел. Что это? Обратная сторона их чуда. Их еще там не было, а воды видели Бога. Написано, что воды видели Бога. Он оставил свои следы на дне Красного моря. И потом воды покрыли их. Следы были неведомы, невидимы. Но людям нужно было поверить, что их ответ уже там, хотя его не видно. Моисей, подойдя к Красному морю, начал молиться. Неправильно. Бог сказал, зачем ты молишься? Разве молиться неправильно? В неправильное время неправильно. Когда время действовать, не время молиться. Молитва должна была быть совершена прежде. Итак, подойдя к Красному морю, Моисей начал молиться. Моисей, никаких молитвенных собраний. У вас на хвосте разъяренная вражеская армия. Не время молиться. Время активировать жесткий диск. Время взять то, что уже обеспечено на обратной стороне. И как это сделать? Не молитвой. Послушайте, молиться правильно, но всему свое время и место. Бог сказал, подними свой жезл. Он поднял, и воды раступились. О, теперь я вижу путь. Что это значит? Еще до того, как появился враг, Бог уже оставил свои следы в воде. Это и был путь для них. Однако Божьему народу нужно было им пройти. А Моисею нужно было выполнить свою часть, простерев жезл, чтобы все могли пройти. Знайте, вам нужно простирать свой жезл веры. Свои слова веры. Свои поступки веры. И что произойдет? Ваша вера раскроет, где Бог уже прошел для вас. Аминь. Когда вы думаете, Боже мой, мне так трудно платить ипотеку. Он уже прошел там. У меня не хватает денег. Нет, он уже прошел там. Ваше дело своей верой раскрыть его путь. Раскрыть следы, которые он уже оставил. Он уже до начала времен все приготовил, как написано в Ефесянам. Он не просто вчера прошел путем той нужды, которая появилась у вас сегодня. Его следы были в воде еще до того, как Египет стал нацией. Он не просто прошел там за день до прихода народа, до начала времен, до начала времен, до того, как время начали исчислять он прошел там. Делом Моисея было поверить, что там есть путь. И говорить, и действовать так, чтобы этот путь мог стать видимым. А делом Божьего народа было пройти этим путем. Ну, мы никогда не видели, чтобы кто-то это делал. Это не важно, если там есть его следы. А если туда ведет дух, значит, там его следы. Аминь. Когда вы осознаете, что у вашей жизни есть обратная сторона, вы перестанете жить так, словно все, что вы видите, это лицевая сторона экрана. Вы не будете говорить и мыслить, как люди экрана. Вы будете говорить и мыслить с осознанием, что есть микросхемы, есть мозг, есть заранее заложенная мудрость Божья. И нет места для беспокойства. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну. Продолжение следует...